Масленицы Почему первый блин комом? Сегодня эту пословицу трактуют в том смысле, что первый опыт чаще всего бывает неудачным. Дескать, первый блин не удается из-за плохо прогретой сковороды. Правда, почему наши предки были настолько нерадивыми, и вместо того, что прогреть посуду, сочиняли пословицы, никто не объясняет. На самом деле, смысл пословицы нужно искать в другом. Наши предки верили, что на масленичную неделю на землю возвращаются души умерших. Поэтому первый блин предназначался им. На масленице первый блин за упокой. Иногда первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули всех усопших. Считалось, что души сами принимают активное участие в выпечке первого блина. Собственно, из-за чего порой тот и получался кумом. Почему блин круглый и плоский? Кажется, странный вопрос. Врузей, так все понятно. Но все не так уж и просто. Блин — это ритуальное блюдо, которое было принято есть в определенное время года. По сути, считалось, что блин — это хлеб, но который связывает два измерения. Мир реальный и мир загробный. Предки были уверены, что души умерших утрачивают способности объемного зрения и видят все плоско. Поэтому и блин пекли круглым и плоским. Как произошло слово блин? Однозначного ответа нет. До сих пор ученые жарко спорят. Некоторые лингвисты связывают блин с искаженной былью. Души, зашедшие на блины, все видят в искаженном ракурсе. Поэтому и быль — реальность. Воспринимается ими как блин. Реальность — легким переломлением. Есть, кстати, еще одна любопытная версия, что слово блин родственное с одним нецензурным словом. Первоначально то самое слово обозначало ложь, обман и заблуждение. А так как блин выступал своеобразной имитацией хлеба для душ предков с плоским восприятием нашей реальности, то родственные связи с вульгарным словом не исключены. Почему блин нужно сворачивать в трубочку? Потому что это удобно, конечно. Начинка-то может развалиться. Но дело здесь в другом. По утверждению ряда историков-фольклористов, сворачивать блин в трубочку мы стали относительно недавно, лет 200 назад. До этого же блин сворачивали в основном конвертиком, причем самых замысловятых форм. Тогда правил так называемый пироговый тренд. Но и это тоже являлось инновацией. Потому что еще раньше блины вообще не сворачивали, поскольку не предполагалось начинки. Блин сам по себе считался уже готовым к потреблению продукта. А для начинок существовал формат пирогов, появление которых, кстати, тоже было связано с ритуалом душ предков. Масленица символизирует прощание зимой и встречу весны. Насколько теплое время года пунктуально, узнаем совсем скоро. А пока все дружно готовим блины и провожаем зиму.